Олесь был убит. Олесь погиб. Его работа как публициста, как исследователя, историка и, безусловно, как журналиста, значение его работы, оно будет только усиливаться, увеличиваться. И я уверен в том, что имя Олеси Бузины в конечном итоге станет не только синонимом жертвы, синонимом человека, который был бесчеловечно и подло убит, но и в том числе станет определенным символом надежды, реализованной надежды, в том, что здравый смысл, логика, порядочность и убеждения, здравые убеждения все-таки восторжествуют. Он очень четко боролся с мифологией украинского национализма. И он отказался покинуть страну, несмотря на то, что ему постоянно шли угрозы со стороны украинских неонацистов. И можно сказать, что человек погиб за свою гражданскую позицию, выполнив свой гражданский долг до конца. Наша судебная система, к сожалению, импотентна. Кладят неправосудные решения. Коррупция плотно укоренилась. Окружный суд, который можно купить условно за тысячу долларов. Я сама училась на юриста с верой, что я буду хорошим адвокатом, потом поработала чуть-чуть в этом, поняла, что это просто ужас, и я не могу этого делать. Это же был очевидный террористический акт, абсолютно в духе аттентата украинских националистов. Была специальная традиция, как убивать своих врагов. Была специальная служба безопасности. Они знали, что это враг, и врага нужно убить. То есть организатор и непосредственный участник этого преступления, Карась, и его подельники Медведько и Полищук были задержаны. Во всю эту историю вмешалась служба безопасности Украины. Кстати, само следствие выяснило, насколько я знаю, что сотрудники СБО организовали оперативное прикрытие этого мероприятия, то бишь убийство Олеси Бузины. И, собственно, именно присутствие во всей этой истории СБО не позволило преступников осудить и наказать их по всей строгости украинских законов. Одна из причин, почему расследование топчется на месте, это связь этих ребят с структурами власти украинской. Это было при Порошенко, а поскольку расследование не проведено до конца, никто ничего как бы выводов не сделал, более того, эти ребята очень хорошо себя чувствуют. В глазах украинской аудитории из них усиленно ковали, создавали им имидж героев, людей, совершивших какой-то благовидный поступок, какое-то правое дело. Что, естественно, является неприемлемым с точки зрения ни совести, ни с точки зрения морали, ни тем более с точки зрения права и закона. Украинские власти и при президенте Порошенко, и при президенте Зеленского меня заинтересованы в том, чтобы, в принципе, преследовать по закону тех людей, которые причастны к убийству динжины, которые причастны к другим тяжким преступлениям, что были совершены на территории Украины. И, к сожалению, пока ничего не указывает на то, что эта тенденция может измениться. Это власть. Вот она формально изменилась, а фактически нет. И она боится улицы, боится толпы радикалов. И поэтому ей гораздо проще закрыть глаза на откровенных преступников, чем довести дело до логического завершения, продемонстрировать то, что мы живем в стране, где уважают закон и конституцию. Ну, поскольку сам президент не очень это все уважает, и мы это видим. Ну, трудно заподозрить там Зеленского, потому что он украинский националист. Но люди, которые его окружают, считают, что украинские националисты – это ресурс, который можно использовать в своих интересах. Причем самые разные люди в самых разных интересах используют этот ресурс. Если бы был жив АЛЭС, то мы бы видели, если бы была у нас свобода для самовыражения в средствах массовой информации, конечно, мы бы услышали слова его о том, что нынешняя власть убивает страну, которую он любит и ради которой работает. То есть атмосфера абсолютной несвободы – это ровно противоположность тому, о чем, собственно говоря, говорили те политики, что устроили госпереворот. На Украине на сегодняшний день свобода слова нет, на мой взгляд. Точнее сказать, она очень своеобразная. Она существует только для тех, кто исповедует определенные идеи. Идеи русофобии, идеи национальной исключительности, идеи украинского радикального национализма или неонацизма. Для людей с подобными взглядами эта свобода присутствует. Для людей с альтернативными взглядами, которые, например, не считают, что во всех бедах Украина виновата Россия и лично Путин, для них свободы слова нет. А все зависит от экономики. Сколько будет кормить Запад, столько и будет существовать подобный режим, подобная форма правления, подобные, ну, вот эти вот все взгляды на Запад, согласие с Западом, беззастенчивые варианты правления Западом вот этой огромной территории украинской, народом, эстеблишментом. Среди людей, которые находятся у власти в Киеве, патриотов нет. Эти люди делают все возможное, чтобы уничтожить собственную страну, чтобы сделать жизнь жителей этой страны невыносимой. Им абсолютно плевать, что люди на Украине умирают от коронавируса. Им абсолютно плевать, что на Донбассе умирают бывшие граждане Украины. Вообще у меня такое ощущение, что к власти на Украине пришел просто самовлюбленный и очень некомпетентный человек. Печальный. Этот режим рано или поздно падет. Хотелось бы, конечно, надеяться, что скорее рано, чем поздно. Вот. И во время своего падения он своими обломками засыпет и окружающие, так сказать, себя политическое пространство, что приведет к неминуемому краху государства, именуемому Украиной. Не надо испытывать судьбу. Она плохо закончится. И это вообще будет кошмаром, поскольку будут гибнуть люди. И я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это надо просто выжить из ума для того, чтобы в настоящий момент начать какие-то военные действия. Если так же останется, так оно и будет продолжаться. Люди меняются, как-то меняется, все меняется, а система остается. Переживаешь за это все? За что? Меня зовут Иван Расада, я журналист. Я живу и работаю в Киеве. К моему глубочайшему сожалению, в моей стране царит атмосфера страха. И то, что из-за своей работы я неоднократно подвергался преследованиям, это значит ничего не сказать. Но никакие угрозы украинских праворадикалов, никакие физические конфликты с ними уж тем более, никогда, ни при каких условиях не сломают ни меня, ни миллионов других жителей Украины. Жителей Украины, за которыми стоит правда и твердое желание изменить эту страну к лучшему. Однако я хочу заверить всех, что так долго это продолжаться не может и не будет.